Здравствуйте, дорогие друзья! И мы находимся на российской презентации новой Audi A4. У нас тут какой-то ураганный ветер, все плохо, я не дождался конца конференции. Мы стащили один замечательный автомобиль, A4 в красном цвете, и нам дали такую брошюрку. Я тут почитал всю эту брошюрку, и знаете, что тут написано? Что меньше, чем за 2 миллиона вы нормальную A4 не купите, с учетом того, что в прошлом году A4 стоила 1,2. Это замечательно, просто отлично. Интересное предложение, потому что сейчас A6 стоит 1,9, тоже с мотором 190 лошадей на переднем приводе. В общем-то, давайте посмотрим, за что просят эти деньги в России, потому что цена немаленькая. Начнем с внешности. Если бы не этот красный цвет, если бы я стоял вот так, и она была какая-то серая-черная, вы бы даже не поняли, что это A4, а как будто этот глубокий рестайлинг. Да, она смотрится красиво, кстати, хочу обратить внимание, у нас на новой A4 доступна оптика матричная уже в базе, но, к сожалению, здесь у нас установлен обычный ксенон. Автомобиль у нас 2-литровый, 190 лошадей, и самое интересное, конечно же, у нас под капотом. Про внешность. Опять же, все говорят о том, что да, мы сделали машину более технологичной, более легкой и все остальное, но самое интересное, что в России, конечно, хочется, чтобы A4 выглядел не как рестайлинг предыдущей A4, а как совершенно новое какое-то, знаете, в дизайне веяние. Можно было взять некоторые элементы от новой ТТ, как-то вот эти фары удлинить, расширить или сделать. Но, опять же, я далеко ухожу в дизайн. Спереди она смотрится неплохо, классическая фирменная решетка, очень напоминающая A6, много хрома. Опять же, цвет оригинальный, поэтому она смотрится как новое, как что-то новое. Хром-пакет везде, отличные зеркала. Сзади автомобиль напоминает мини-А8, они чуть немножечко изменили геометрию задних вар, немножечко удлинили. Но в целом она не производит вау-эффект. Когда мы сюда заезжали, мы проехали мимо одной, я думал, что это предыдущая A4. Поэтому внешность, опять же, на любителя, но все-таки, на мой взгляд, фанаты Ауди, ну, ждали что-то более кардинальной, новой формы или еще что-то, потому что, опять же, вот центральная часть смотрится очень по-обычному. Это не автомобиль из 21 века. Но это узнаваемость, да? У нас, опять же, четыре кольца, все прекрасно понимают, что это новое A4, или, как минимум, это A4. Давайте теперь откроем капот, и я вам расскажу про конфигурацию этого автомобиля. Итак, очень тяжелый капот, просто нереальный. Это самый, наверное, тяжелый капот, который поднимал в своей жизни. Очень. Так, несмотря на это, автомобиль, ну, как обычно, любая новая модель, она стала у нас легче на 110 килограммов, она стала еще более безопаснее, и увеличилась жесткость кузова. Но вот здесь даже очевидно, на чашках такие огромные алюминиевые распорки. Это, естественно, автомобиль переднеприводный, многорычажка, поэтому я не думаю, что здесь какое-то новое слово, опять же, в технике. У нас установлен двухлитровый мотор, 190 лошадей в базовый мотор, то есть от 1,8, а не 1,4, 150 лошадей. Здесь 190 лошадей. И, внимание, у нас на всех автомобилях, теперь, если раньше у нас был вариатор, теперь у нас S-Tronic, что, в принципе, очень быстрый робот с двумя сцеплениями, и это очень хорошо, потому что теперь, ну, теоретически, машина должна поехать быстрее. По дизелям у нас также есть два дизеля, два двухлитровых 140 лошадей и 190 лошадей. Опять же, разная степень наддува. Полные приводные автомобили пока, к сожалению, у нас в России недоступны. Вот вы знаете, когда мы говорим про базовую стоимость автомобиля, все-таки переднеприводное Ауди, это какая-то недоауди. Ну, понятно, что вот Мерседес, БМВ, С-шка, например, и трешка, они заднеприводные, но они должны быть заднеприводные. А когда в базе мы покупаем А4, ну, все-таки у нас ассоциация с полным приводом. Поэтому переднеприводное Ауди, это как-то вот не очень, ну, это не Ауди, это не совсем полноценное Ауди. Ауди, это все-таки полный привод Quattro. И, кстати, 22% в России у нас покупают именно полноприводные автомобили. Соответственно, это самый высокий показатель по Европе. Ну, с нашим климатом, конечно, полный привод. Очень актуален. И все-таки я считаю, что Quattro это самый прогрессивный и высокотехнологичный полный привод во всей мировой автомобильной индустрии. К сожалению, у нас передний привод. А я так ждал полный. Также у нас еще доступен двухлитровый 252 лошади. Очень хорошо надутые на истроники с полным приводом. Начинается, я даже боюсь предположить, сколько она стоит. Это где-то 2,700, 2,800 хороших комплектаций. С4 будет, В6 двумя турбинами, опять же. Но уже на ЗФ он будет уже трещем-то. Ну, а пока вообще это недоступно, непонятно. Но, в общем-то, машина уже есть. Но у нас пока, еще раз повторяюсь, передний привод. В принципе, по конструкции, я думаю, все. Давайте перейдем и посмотрим салон. Вот этот эскалейт шикарный, черный. Посмотрите. Прямо с V8 едет. Такой катафалк. Звук шикарный просто, да. Итак, сажусь в автомобиль. До этого ездил не я. Настраиваю сидения. Механические регулировки, я так понимаю, в базе. Климат-контроль здесь с цифрами. Как на Ягуарах, на Land Rover. Так, в принципе, удобно сидеть. Джойстик управления автоэстроником, роботом у нас такой же на Q7. Ну, здесь уже кардинально, конечно, новая передняя панель. Здесь видно, что абсолютно новый автомобиль. С дизайнерской точки зрения вот эти вот воздуховоды выставлены очень правильно. Я вот не знаю, вот это вот воздуховод или нет, но, в общем-то, смотрится неплохо. Сидеть удобно. Есть место над головой. Сейчас я чуть-чуть спинку отрегулирую. Панель сразу же, конечно, новая бросается в глаза. А у нас этот экран выдвижной не выдвигается. Раньше он выдвигался с учетом того, что это была фирменная черта Audi. Теперь он такой же неподвижный. Но я считаю, что... Неужели я ошибаюсь, он выдвигается? Да нет, здесь нет кнопки включить-выключить и все. Отключение системы стабилизации. Но салон шикарен. Несмотря на то, что, я так понимаю, здесь сиденья базовые, они уже с выдвижной нижней подушкой. Отлично развита боковая поддержка. У нас уже есть лепестки, поэтому алюминиевые вставки. По материалам вообще нет никаких нареканий. Очень мягкий пластик. Я так думаю, что в более дорогих комплектациях будет и отделка кожей, и деревом. Но плохо, конечно, что уже фирменная вот эта вот черта аудио, именно выдвижной экран. У нас уже не появляется развлекательная система. Так, хорошо. Также у нас есть Drive Select, где мы можем менять различные режимы. Но это уже в ходе тест-драйва я вам покажу. Наверное, надо уже ехать. Итак, включаем задний ход. Вот, аккуратненько. У нас камера заднего вида уже в базе. Не задеть бы нам сейчас этот Pathfinder. Так, едем, едем, едем. Выбираем режим. Так, посмотрим, что у нас. Камера должна выключиться. Едем сейчас в DINAPO. Давайте поим в авторежиме. Ну, естественно, режим Drive Select, автодинамик, комфорт. Это комфортные настройки, автоматы, педали газа, динамик, динамичные. То есть у нас более агрессивный эстроник, более четкая педаль газа, более агрессивная efficiency. Помогает нам экономить топливо. То есть она чаще переключает передачи. Кстати, на этом же эстронике у нас есть функция прерыва между коробкой и двигателя. То есть иногда на ходу коробка у нас отключает передачу и мы катимся на полостых. Ну, вы знаете, когда все-таки сидишь в таком седане, ощущается вот некий какой-то премиум, очень жесткая конструкция, как-то вот правильно рассчитанная по-немецки посадка. Конечно, мы можем говорить, что вот можно купить кроссовер или еще что-то, или автомобиль классом выше, но, тем не менее, вот в этой ситуации, да, все-таки шумоизоляция. Я не знаю, очень правильно настроен усилитель руля, как-то вот, вот эта вот вибрация такая, которая не доносится в свое ничего. Такая подвеска достаточно жесткая. Так, может попробуем мы до соточки ускориться? С места в авторежиме. Газ. Давай, пошла, пошла. Система стабилизации у нас. Стоп. 9,7, но система стабилизации, это был авторежим, система стабилизации у нас не давала нам колесам сорваться в пробуксовку. Пока вот 9,7. Ускоряемся дальше. 100 есть. Шикарный ролик. Но все-таки мне хочется попробовать режим динамик. Efficiency. Динамик. Вот сейчас у нас... О, видите, S-Tronic сразу перешел на повышенную. И вот теперь у нас... Опа, милиционеры. Аккуратненько. Педаль газа стала более острее. S-Tronic всегда готов сейчас выстрелить нас на хорошее ускорение. И сейчас... Давай. На педали газа есть такой очень заметный кикдаун. То есть в обычном режиме ты давишь, ты ее не замечаешь, не нажимаешь. Как только ты немножечко продавливаешь, то сразу чувствуется вот эта вот кнопочка кикдауна. Шумоизоляция хорошая. Даже в S-режиме автомобиль не дергается, едет хорошо, достаточно спокойно. Говорят, очень хорошая здесь матричная оптика, но тем не менее, к сожалению, не можем мы оценить ее достоинства. Но все-таки, конечно, машина за 2 миллиона, передний привод. И это, конечно же, минус. Даже сейчас мы не могли реализовать разгон, который нам так необходим. Что уж говорить о прям заснеженных каких-то дорогах. Там мы вообще, наверное, из 10 секунд не будем выходить. Но что мне нравится в Audi, то это очень-очень-очень четкая управляемость. Руль. Вот я рулю одним пальцем сейчас на этом автомобиле. Налит приятным усилием. О, еле заметно. Мы можем его дозировать, фильтровать прям. Автомобиль очень хорош для вот таких вот городских каких-то игр. Там, я не знаю, в шашки или еще что-то. Вот опять же, подхват моментальный. И пробуем ускориться. Моментальное переключение. Вот моментальное. 9,7 это как-то вообще не серьезно, на самом деле. Я могу сказать, надо попробовать отключить систему стабилизации. Опа, ESP-LF полностью выключилась у нас. Полностью. Это значит, мы можем попробовать с лаунчей. Да, да, она сейчас может с лаунчей. Обратите внимание на приборы, смотрите. Все, готово к старту. Я не знаю, конечно, это как будет на переднем приводе, но надо попробовать нам сейчас довануть. Мне кажется, так она сейчас будет прям очень быстро поедет. Именно в ES режиме надо обязательно это попробовать, ребята. Вот это мне уже нравится. Вот это сейчас она уже, какие 9,7? Я сейчас она, думаю, секунд за 7 проедет легко, без вариантов. Но обзор здесь хороший, несмотря на то, что дизайном предусмотрена вот эта узкая какая-то оконная линия. Зеркала вот изящные. И они вот заходят ровно по оконной линии и идеально нам показывают, что происходит по бокам. Пробуем соточку. Оооо, в дым пошла! Давай, 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 давай! Стоп! Какие тормоза! 7,6! Я же говорил, я же говорил, она валит! Вот тот называемый лаунч. И вот это я понимаю. А какие тормоза, вы сейчас заметили? Шикарно! Вот это я понимаю уже, Audi. Нафиг эту систему стабилизации? 7,6 до 100, неплохо пока. Но вы понимаете, что если было сухое покрытие, она бы пошла быстрее. И здесь есть так называемый встроенный лаунч-контроль. Опа, поехала, поехала, красавица! Ну вот это я уже понимаю, вот это вот, вот это да, вот это я люблю Audi. Носные реакции на руль. Даже сейчас непонятно, что у нас автомобиль переднеприванный, вот это вот четкая фирменная управляемость. Сейчас, да, сейчас стало интересно. Что я могу сказать, ребята? Пока мне машина нравится. Вот это что такое? Это распределение, а, это распределение, а, я понял. То есть так мы распределяем. Если мы подносим немножечко палец, то она сама показывает нам состояние кнопки. То есть здесь трехзонный климат-контроль. Ну, шикарное управление, на самом деле. По кнопкам такого и не видел. Так, что у нас еще? Drive Select рассказал, система стабилизации, старт-стоп. Мы можем попробовать войти в меню. Так, карта, карта, вот. Ну, это понятно. Навигация, очень удобный джойстик. Ну, вот, времени нам, конечно, дали мало, чтобы узнать этот автомобиль. Очень хороший S-Tronic. Намного лучше, чем на вариаторе. Если вариатор у нас еще вызывал какое-то там, знаете, вот, гудение мотора. То есть машина долго там переключалась. Хотя я не был слышен, что в S-Tronic все-таки, когда есть ощущение переключения передач, смены там, да, новый уровень, новая ступень, намного приятнее. И то, что, конечно, они решили поставить именно S-Tronic, это, я считаю, большой плюс. Особенно для переднеприводных автомобилей. Раньше, напомню, у нас и так на полных был S-Tronic, а на передних был вариатор. Какое здесь зеркало! Сейчас всем офигенное, вы посмотрите. Зеркало заднего вида здесь абсолютно без какой-либо окантовки. То есть как будто у нас нет каких-то пластиковых краев. Шикарно смотрится, идея замечательная. Я бы еще сюда, конечно, добавил черный верх. Естественно, как же без этого? Вот, что еще можно сюда добавить? Полный привод. Стройник просто гениален здесь. Просто вот гениально, ребят, я вам могу сказать. Управляемость у автомобиля шикарная. Итак, какие можно сделать выводы после нашего короткого тест-драйва? На мой взгляд, у этого автомобиля есть два минуса. Первый – это цена. Конечно, 2 миллиона – это дорого. Причем в начальной комплектации, там, ну, 1 900 000. Второй – это, конечно, дизайн, который можно назвать рестайлингом. То есть сбоку автомобиль смотрится очень неприметно. Обычно, когда ты ездишь на новом автомобиле по городу, ну, как-то все смотрят, сворачивают голову. Здесь этот автомобиль не вызывает какого-то там прям шока. Все там с ума скачивают. О, новый А4. Поэтому все-таки я бы… Вот, визуально это как похоже на такой рестайлинг А4. С остальной точки зрения машина идеальна. Она идеально рулится, она идеально разгоняется. Весь двухлитровый мотор здесь использован. Отличный эстроник. Я считаю, что это огромный шаг вперед, что теперь вместо вариатора у нас стоит эстроник. Салон – это отдельная тема. Салон, безусловно, безупречен. Ну, вот, конечно же, если бы она стоила хотя бы от полутора миллионов за переднеприводную версию, потому что обещают, что в 2016 году у нас будет автомобиль полноприводный, но вот они, мне кажется, тоже точно будут стоить два с половиной. Два с половиной – это все-таки уже дороговато. Спасибо вам большое за внимание, ставьте лайки и до встречи. Так и так, здравствуйте, дорогие друзья. И мы находимся на российской презентации новой Ауди А4. У нас тут какой-то ураганный ветер, все плохо. Я не дождался конца конференции. Мы стащили один замечательный автомобиль А4 в красном цвете. И нам дали такую брошюрку. Я тут почитал всю эту брошюрку. И знаете, что тут написано? Что меньше, чем за 2 миллиона вы нормальную А4 не купите, с учетом того, что в прошлом году А4 стоила 1,2. Это замечательно, просто отлично. Интересное предложение, потому что сейчас А6 стоит 1,9, тоже с мотором 190 лошадей на переднем приводе. В общем-то, давайте посмотрим, за что просят эти деньги в России, потому что цена не маленькая. Начнем с внешности. Если бы не этот красный цвет, если бы я стоял вот так, и она была какая-то серая-черная, вы бы даже не поняли, что это А4, а как будто этот глубокий рестайлинг. Да, она смотрится красиво, кстати. Хочу обратить внимание, у нас на новой А4 доступна оптика, это матричная уже в базе, но, к сожалению, здесь у нас установлен обычный ксенон. Автомобиль у нас двухлитровый, 190 лошадей, и самое интересное, конечно же, у нас под капотом. Про внешность. Опять же, все говорят о том, что да, мы сделали машину более технологичной, более легкой и все остальное, но самое интересное, что в России, конечно, хочется, чтобы А4 выглядел не как рестайлинг предыдущий А4, а как совершенно новое какое-то, знаете, в дизайне веяние, да, можно было взять некоторые элементы от новой ТТ, как-то вот эти фары удлинить, расширить или сделать. Ну, опять же, я далеко ухожу в дизайн. Спереди она смотрится неплохо, классическая фирменная решетка, очень напоминающая А6, много хрома. Опять же, цвет оригинальный, поэтому она смотрится как новое, как что-то новое. Хром-пакет везде, отличные зеркала. Сзади автомобиль напоминает мини А8, они чуть немножечко изменили геометрию задних фар, немножечко удлинили, но в целом она не производит вау-эффект. Когда мы сюда заезжали, мы проехали мимо одной, я думал, что это предыдущая А4. Поэтому внешность, опять же, на любителя, но все-таки, на мой взгляд, фанаты Ауди, ну, ждали что-то более кардинальной, новой формы или еще что-то, потому что, опять же, вот центральная часть смотрится очень по-обычному. Это не автомобиль из 21-го века. Но это узнаваемость, да? У нас, опять же, четыре кольца, все прекрасно понимают, что это новое А4, или, как минимум, это А4. Давайте теперь откроем капот, и я вам расскажу про конфигурацию этого автомобиля. Итак, очень тяжелый капот, просто нереальный. Это самый, наверное, тяжелый капот, который поднимал в своей жизни. Очень. Так, несмотря на это, автомобиль, ну, как обычно, любая новая модель, она стала у нас легче на 110 килограммов, она стала еще более безопаснее, и увеличилась жесткость кузова. Но вот здесь даже очевидно, на чашках такие огромные алюминиевые распорки. Это, естественно, автомобиль переднеприводный, многорычажка, поэтому я не думаю, что здесь какое-то новое слово, опять же, в технике. У нас установлен двухлитровый мотор, 190 лошадей, в базовый мотор, то есть от 1,8, а не 1,4, 150 лошадей, здесь 190 лошадей, и, внимание, у нас на всех автомобилях, теперь, если раньше у нас был вариатор, теперь у нас S-Tronic, что, в принципе, очень быстрый робот с двумя сцеплениями, и это очень хорошо, потому что теперь, ну, теоретически машина должна поехать быстрее. По дизелям у нас также есть два дизеля, два двухлитровых 140 лошадей, и 190 лошадей, опять же, разная степень наддува. Полные приводные автомобили пока, к сожалению, у нас в России недоступны. Вот вы знаете, когда мы говорим про базовую стоимость автомобиля, все-таки переднеприводные Ауди, это какая-то недоауди. Ну, понятно, что вот Мерседес, БМВ, С-шка, например, и трешка, они заднеприводные, но они должны быть заднеприводные. А когда в базе мы покупаем А4, ну, все-таки у нас ассоциация с полным приводом, поэтому переднеприводная Ауди, это как-то вот не очень, ну, это не Ауди, это не совсем полноценная Ауди. Ауди, это все-таки полный привод Quattro, и, кстати, 22% в России у нас покупают именно полноприводные автомобили, соответственно, это самый высокий показатель по Европе. Ну, с нашим климатом, конечно, полный привод очень актуален, и все-таки я считаю, что Quattro это самый прогрессивный и высокотехнологичный полный привод во всей мировой автомобильной индустрии. К сожалению, у нас передний привод, а я так ждал полный. Также у нас еще доступен двухлитровый 252 лошади, очень хорошо надутые на истронники, с полным приводом начинается. Я даже боюсь предположить, сколько она стоит, это где-то 2,700-2,800 хороших комплектаций. С4 будет В6 двумя турбинами, опять же, но уже на ЗФ он будет уже трещем-то, ну, а пока вообще это недоступно, непонятно, но, в общем-то, машина уже есть. Но у нас пока, еще раз повторяюсь, передний привод. В принципе, по конструкции, я думаю, все, давайте перейдем и посмотрим салон. Вот этот эскалейт шикарный, черный, посмотрите, прям вот этот с В8 едет, такой катафалк, звук шикарный, просто, да. Итак, сажусь в автомобиль, до этого ездил не я, настраиваю сидение, механические регулировки, я так понимаю, в базе, климат-контроль здесь, с цифрами, как на Ягуарах, на Лондроверах. Так, в принципе, удобно сидеть, джойстик управления автоэстроником, роботом у нас такой же на Q7, ну, здесь уже кардинально, конечно, новая передняя панель, здесь видно, что абсолютно новый автомобиль, с дизайнерской точки зрения, вот эти вот воздуховоды выставлены очень правильно, я вот не знаю, вот это вот воздуховод или нет, но, в общем-то, смотрится неплохо, сидеть удобно, есть место над головой, сейчас я чуть-чуть спинку отрегулирую, панель сразу же, конечно, новая бросается в глаза, а у нас этот, опа, у нас этот экран выдвижной не выдвигается, раньше он выдвигался, с учетом того, что это была фирменная черта, ауди, теперь это, он такой же неподвижный, но я считаю, что, неужели я ошибаюсь, он выдвигается, да нет, здесь нет кнопки, вот включить, выключить, и все, отключение системы стабилизации, но салон шикарен, несмотря на то, что, я так понимаю, здесь сиденья базовые, они уже с выдвижной нижней подушкой, отлично развита, боковая поддержка, у нас уже есть лепестки, поэтому, алюминиевые вставки, по материалам вообще нет никаких нареканий, очень мягкий пластик, я так думаю, что в более дорогих комплектациях будет и отделка кожем, и деревом, но плохо, конечно, что уже фирменная вот эта вот черта аудио, именно выдвижной, экран, у нас уже не появляется, развлекательная система, так, хорошо, также у нас есть Drive Select, где мы можем менять различные режимы, но это уже в ходе тест-драйва, я вам покажу, наверное, надо уже ехать, и так, включаем задний ход, вот, аккуратненько, у нас камера заднего вида, уже в базе, не задеть бы нам сейчас,